Движение «Полковские высоты» представляет репортаж колдовствованного генплана. В этом цикле сюжетов мы будем показывать проблемные точки в градостроительной политике Петербурга. Этот сюжет посвящен генеральному плану. Начиная с 7 июня в районных администрациях проходят убличные слушания проекта кратировки генерального плана Петербурга. Погополагаются по закону, слушанием предшествует выставка карт и документов. А после слушаний составляется протокол, который поступит на рассмотрение согласительной комиссии, состоящей из чиновников городского правительства и депутатов. О том, что такое генеральный план с точки зрения гражданина, в чем состоит опасность предлагаемой кратировки, рассказывает директор Центра экспертиз ЭКОМ Александр Карпов. Самое главное изменение в генплан, которое нам пытаются преподнести как техническую поправку, но которая на самом деле технической поправкой не является, а является концептуальным изменением всего генплана, это упрощение функционального зонирования. В действующем генплане у нас было 7 жилых зон. 7 жилых зон и было 2 общественно-деловых зоны. Это соответствовало цели сохранения разнообразия, исторически сложившегося разнообразия Петербурга. Что нам предлагают в поправке, в корректировке? Нам предлагают оставить только 3 жилые зоны. Одна для одноэтажной застройки, другая для малоэтажной застройки и третья, которая будет совмещать в себе все высоты, все этажности и будет совмещать в себе и жилую, и общественно-деловую застройки. И нам предлагают вместо двух общественно-деловых зон, одна из которых предназначалась чисто для бизнеса, а другая предназначалась для учреждения образования, культуры, науки, искусства, нам предлагают оставить только одну, в которой все эти функции будут смешаны. Мы прекрасно понимаем, что в случае смешения конфликтующих функций побеждать будет та, которая имеет больше денег. К сожалению, предлагаемые поправки ослабляют регулирующую функцию генплана. Они направлены на то, чтобы развязать руки и строителям, и чиновникам, выдающим соответствующие разрешения. Предлагаемые изменения затронут интересы большинства граждан и, скорее всего, положат начало дальнейшим конфликтам. Чем это опасно для горожан и для города? Мы понимаем прекрасно, что в городе есть лакомые места. Есть центр города, есть Васильевский остров. Есть другие престижные места для строительства, застройки. Есть места, уже освоенные рядом с метро, там, где хорошая транспортная доступность. И мы понимаем, что бизнесу хочется втиснуться туда, в эти места, для того, чтобы просто получать доход. К сожалению, регулирующая функция генплана, функция регулирования генплана, которая существует, пока сохраняется в действующем генплане, она исчезает в новом, по мере того, если будут приняты эти поправки. И получится так, что строить можно все, строить можно практически везде. Что могут сделать жители в этой ситуации? Мы участвуем в слушаниях, но мы не принимаем решения. Более того, нас пытаются убедить, что от вас ничего не зависит. Это не так. Корректировка генплана Санкт-Петербурга ударит по интересам гаража. Обратитесь к депутатам изгадательного собрания и, потребуя от них, отклоните комплексную поправку. Специально приглашенный корреспондент Полковской улицы Дмитрий Воробьев.